Эпидемиологическая ситуация снова вносит свои коррективы в привычную жизнь. Согласно постановлению губернатора Московской области, все массовые мероприятия до 7 ноября запрещены. Но сотрудники Молоковской библиотеки не отчаиваются. Они запустили несколько онлайн-проектов. Весной этого года у библиотекарей уже был опыт проведения различных мероприятий в сети. Тогда заведующая учреждением Елизавета Коробкина делала онлайн-мастер-классы для детей, авторское кулинарное шоу, экологические и книжные марафоны. Такой формат нашел отклик у пользователей интернета. И просмотры увеличились, и подписчики увеличились, и поэтому мы его решили не прекращать. То есть, когда пандемия закончилась, и мы вернулись в оффлайн-мероприятие, в оффлайн-режим, мы продолжили эти мероприятия, ну, только чуть-чуть подскратили их, конечно, но все равно их продолжили, потому что людям это очень нравится и очень близко молодежи. Только вот у пандемии были свои планы на дальнейшую творческую деятельность активной молодежи. И Молоковской библиотеке пришлось вернуться к работе исключительно в онлайн-режиме. Сегодня в сети Елизавета реализует два проекта. Один из них «Угадай», где пара участников по фрагментам песен или фильмов должны сказать, что это за кино или кто исполняет то или иное произведение. Шоу получилось очень веселым. В сети можно найти уже три выпуска. Другой проект – абсолютная новинка. Звонок с вопросом. У меня в гостях находится определенный участник, и ему предложено пять вопросов. И он должен задать эти вопросы не сам, то есть ответить, а позвонить своим контактам телефонов и за 40 секунд объяснить этот вопрос, и, соответственно, контакт должен ответить. Телефон принадлежит на время игры мне. Я изучаю список контактов, и, соответственно, я сама выбираю, кому мы будем звонить. Так, например, в предыдущем, в первом самом выпуске, участница Мария звонила вообще людям, с которыми она давно не общалась. Что вносит особую пикантность в шоу? А может, это? Рандомный номер наберем? Не-не-не, это твоя телефонная книга. Виктор Георг. Виктор Георгиевич? Даже не знаю, кто это. Посмотреть сохраненные видео и узнать график выхода новых выпусков онлайн-шоу можно в социальных сетях Молоковской библиотеки, в Инстаграме и ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok